всем привет сегодня обсудим новый выпуск python 3.11 который вот-вот должен зарелизится либо уже зарелизился если вы это видео смотрите чуть позже чем оно вышло естественно опять заявили о том что python стал быстрее чем и предыдущая версия и если верить заявлением то прирост ваших приложений может достигнуть от 10 до 60 процентов зависимости от того какой у вас код и какие особенности python вы используете более детально можно вообще покопаться в документации посмотреть что они там лучше ли что улучшили в самом c python какая там работа с памятью и так далее из второго нововведения что активно опять продвигается это очередное улучшение вывода ошибок точнее пояснение и ошибка произошла в 310 и так было улучшено это функциональность теперь вроде как стало еще лучше то есть вы теперь будете более четче понимать где вы допустили ошибку то есть для новичков порог входа в этом плане еще ниже и изучение языка должно быть легче еще одна из таких фич собственно ради которой ролик этот и был затеян это переработка исключений и их обработка ну одна из особенностей это теперь появилась функциональность как группировка исключений то есть вы можете создавать exception группы но помимо того что их может создавать вы также можете эти группы еще и обрабатывать и соответственно различные дополнительные инструменты появились для обработки exception group то есть вместо того чтобы делать большую большую портянку эксцептов вы можете теперь какие-то вещи свернуть и сделать ваш код ну немного короче возможно более читаемый и напоследок про exception и одна из фич про которую все говорят это то что теперь можно исключением аннотировать то есть вы можете написать бросить даже так вы можете бросить исключение и в блоке except в перехваченном объекте исключения добавить аннотацию допустим дописать что-то и после этого вы можете дальше пробросить исключение чтобы его кто-то обработал другой при этом метод этот ноут добавляет каждую аннотацию в специальный слот который называется ноутс это представляет из себя обычный лист и когда где-то исключение это будет перехвачена или не перехвачена то вы увидите собственно все эти самые аннотации соответственно в по этой не 310 вы попробовав написать такой код получите ошибку потому что это ноут не существует сейчас давайте попробуем разобрать что из себя представляет эта фича и можем ли мы ее реализовать прямо сейчас в по этой не 310 то есть напишем своего рода свой полифил то есть что мы можем сделать давайте создадим некий наш собственный базовый класс назовем его exception 311 311 и что нам нужно собственно реализовать первое заведем собственно то самое свойство ноутс который будет представлять из себя лист обычная инициализация наследуемся от базового эксепшена соответственно вызываем родительский конструктор туда пробрасываю все аргументы которые были проблем переданы после этого мы реализуем метод и дноут в котором мы всего лишь навсего добавляем в наш лист все ноуты и соответственно переопределяем метод реализации в строку где первым делом мы выдаем все то что будет но дефолтный метод строй из родительского класса а далее уже наша небольшая скажем так фича где мы просто напросто выводим весь наш список ноутов на новой строке напишем небольшую проверку на версию пайтона и сейчас запустим этот код соответственно версии 310 версии 311 после того как мы запускаем вы видите что после того как мы запустили этот код вы видите что у нас практически идентичный вывод то есть мы сейчас используя версию 310 реализовали функционал который добавили в версии 311 то есть тут как бы нет какой-то супер магии эту магию можно спокойно даже повторить и в текущей версии но в отличие от нашего полифила это все вроде как реализовано все пайтоне не менее на примере вот таких вот фич когда есть желание разобраться как они устроены и попробовать их повторить just for fun можно более глубже понимать как устроен сам язык python как устроен его интерпретатор компилятор на сегодня как бы это все в следующих роликах разберем остальные фичи новой версии пайтона 311